Приветствую вас и ваши страхи и опасения мне в общем и целом понятны. Вы действительно ревнуете своего мужа к его бывшей жене и хотите, чтобы он ограничился с необщением. Вот только зачем вам, чтобы он ограничился с необщением? Если вы любите своего мужа, если вы видите, что общение с бывшей женой не выходит за определенные рамки дозволенного. Кстати, а есть ли повод у вас для того, чтобы ревновать? Откуда у вас это постоянное недоверие и ревность к бывшей жене? Оно же на чем основывается? Вы же бракет ему уже три года, если у него бывший женат, с которым он общается. Вы не допускали, что у него с ней могут быть просто дружеские отношения? Вы не допускали, что может быть они просто общаются, ну просто как люди, которые друг друга знают, но чувств больше не осталось? Откуда у вас недоверие? Вам муж поводы дал? Давал. Или что? Это первый момент. Второй момент. Вы пишите брату, что мы хотели брать кредит, дома все обсудили, но он взял и позвонил ей и спросил, как и что берется, так как она работает в этом мире. И вам выпишут, что мне неприятно и обидно, но почему? Почему вам неприятно и почему вам обидно? С чем связана вот эта вот обида и неприятность? Мужчина просто позвонил человеку, который с его точки зрения хорошо разбирается в том, о чем у вас должна творить, он не видит в этом ничего дурного и почему вы в этом мире видите. Вообще складывается такое ощущение, что в своих отношениях, я имею в виду в отношениях между вами и вашим мужем, нет такой, знаете, некой, ну гармоничности может быть, нету некоего понимания, возможно открытости и так далее. И хотелось бы, хотелось бы отдельно понять, почему этого нет, почему этого у вас, ну почему между вами нет вот этих необходимых, в общем-то для успешных, равноправных, счастливых отношений, качеств, куда они исчезли и так далее. Понимаете в чем тонкость? Я вам постараюсь пояснить. Только в том, что вы не заставите своего мужа перестать общаться со своей бывшей женой. Если он этого не сделал, значит он этого сам хочет, значит ему это интересно, значит он не видит в этом ничего плохого. А раз так, то он скорее всего будет с ней общаться, по-прежнему не не видя в этом абсолютно ничего дурного для себя. И в этом случае, если при таком общении ваши ценности, ваши чувства, ваше самолюбие, ваша гордость объективно, именно объективно не задеваются? Почему я говорю объективно? Потому что, смотрите, я говорю объективно, потому что то, о чем пишете вы, это скорее надумано, да, это скорее взято из ваших страхов. То есть вы по какой-то причине боитесь того, что, например, мужчина от вас уйдет, да? Вы по какой-то причине боитесь своего мужа потерять? Наверное. А если есть ревность, значит есть эгоизм. Если есть эгоизм, значит есть свои собственные потребности в контексте отношений. Ну и, соответственно, нужно определить, что это за потребности. Соответственно, нужно определить, почему вы проектируете эти потребности на мужа, а не удовлетворяете их самостоятельно. Это тоже очень важный момент, который нужно обязательно вам разобрать, проработать. Что касается того, как вам себя вести. Значит, вести вам себя нужно нейтрально, можно ничего плохого не делать пока. Только если вы не заметили в общении между ними флирта, какого-то вот откровенно такого сличного общения, надеюсь, вы здесь понимаете, о чем идет речь, ибо это очень важно, чтобы вы сейчас понимали, о чем я говорю, чтобы вы тут вот, ну объективно, чтобы вы разделяли вот это, да, разделяли то, значит, когда простое общение, а когда непосредственно флирт, скажем так. Вот. Значит, главное не вести себя нейтрально, вздейственно, везливо и, в общем-то, спокойно относиться к тому, что муж общается со своей бывшей женой, если это не выходит за рамки. Дальше, значит, необходимо понять, что ваша ревность, в первую очередь, это в некотором роде неуверенность в себе. И вот насчет неуверенности в себе, это разговор отдельный. В чем и почему вы, например, неуверенны в себе? В чем и почему вы сомневаетесь в себе? Что заставляет вас сомневаться в себе? И так далее. Это то, над чем вам обязательно нужно будет подумать. Таки подумать хорошо. Далее. Теперь по поводу того, что вам делают. Значит, помимо проработки ваших отношений с супругом, помимо выявления проблем между вами, которые, мне кажется, объективно существуют, значит, вам необходимо уже сейчас делать, ну, скажем так, определенные действия, которые помогут вам сохранить ваш брак и не развалить его. Значит, что же мне делать? Каждый раз, когда вам хочется устроить мужу сцену ревности, старайтесь вместо этого одаривать его позитивы. Старайтесь вместо этого улыбаться, дарить нежность, тепло, ласку и так далее. Для чего это нужно? Ну, во-первых, когда человек ревнует, у него всегда вырабатывается негативное отношение к своему партнеру, да, к своему любимому и, соответственно, значит, соответственно, речь идет о том, что вы отдаляетесь друг от друга. Значит, если вы отдаляетесь друг от друга, то это вредит вашим отношениям. Если это вредит вашим отношениям, то создается угроза разрыва. Плюс вы напоминаете мужчине о том, что он действительно может, ну, например, вам изменить, что тоже является довольно негативной характеристикой данного явления. Поэтому вам нужно как можно больше усилий приложить для того, чтобы создать у мужа ощущение, что вы целиком и полностью его принимаете со всеми его недостатками и в том числе с бывшей женой. Еще раз повторю, если кто-то не выходит за рамки. Прошел вам будет тяжело, безусловно. Поначалу вам будет достаточно сложно. Но, если вы будете работать над собой, если вы возьмете пару консультаций, например, или просто поработаете над тем, что я вам сказал, то я полагаю, что вместе с этим вот простым поведением, простым подходом к поведению вы сможете сделать свои отношения с супругом максимально счастливыми, максимально открытыми и так далее. И чем лучше у вас будут отношения, тем меньше у него будет стимулов общаться с своей бывшей женой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!